Друзья, приветствую! Алексей из Магнитогорска, Челябинская область, прислал образцы масла Castrol Edge 530M. Очень свежая отработка. По-свежему есть вопрос, оригинальное оно или нет. Вот такое масло Castrol Edge M. Здесь слаб анализ на него и описание автомобиля, условия эксплуатации, пробег и прочее. Естественно, эти данные я приведу в видео. По-свежему есть вопрос к оригинальности. Сейчас посмотрим, насколько оно соответствует моторному маслу и по показателям. Вот. Ну все. Через пару секунд вы увидите результаты. Так. Вот такие результаты у меня получились. Сверху вы видите, что это образец Castrol. Вот я его выделил. Edge. Правда, я здесь LL Longlife не отметил. Ну и давайте пройдемся. Окисление нитрования. Окисление 2155 говорит о том, что в масле присутствуют эстеры. Уровень противоизносных призаток 0,31% низкий, но возможно его эстерами перебивает, потому что в полнозольнике обычно в два раза больше показывает этот уровень. Фенольных антиокислителей много, полтора процента. Я, честно говоря, еще столько фенольных не видел. Высокий уровень надо отметить. Так. Следующие. Аминные антиокислители 0,55. Вот аминных чуть поменьше, но суммарно все равно. 2% это очень высокий уровень. То есть, если это и подделка, то это подделка премиального качества. Так. Значит, щелочное 5,6. Это по ГОСТу для отработки. И кислотное 1,45. В принципе, щелочное чуть ниже, чем ожидалось для C3. Но кислотное нормально. По вязкости 69,44. Вязкость при 40. И вязкость при 112,1. Тоже типовые значения, но обычно у C-шек до 12. Чуть-чуть ближе к 12. С другой стороны. Так. И посмотрите, интересный коэффициент корреляции. Масло максимальное коррелирует. Это по процентам. С Polymerium X Pro 1. 5,30. Причем устаревшая формула на пониженном щелочном. И посмотрите, первые там сколько тут у нас? 6, 5,6. Прям совпадают. Кстати, в масле похоже, что 20-25% ПАО. Вторые результаты подписаны. Пробег моточаса. Это у нас отработка. Бензин появился. 0,59%. В общем-то, невысокий уровень, но тем не менее, он присутствует. Продолжает расти окисление, нитрование. Криминала здесь не видно. В общем-то, нормально все. Обычные явления. Далее. Фенольный. Прошу прощения. Уровень ЗДДП. 0. Прибор считает, что противоизносные сработались. Фенольный антиокислитель. Помните, их 1,5% было. Здесь 0,55%. То есть 0,9%. Прилично сработалось. Остаток 37%. Но тем не менее, высокий уровень себя оправдал, можно сказать. А минных 0,1%. Здесь сработка на более 80%. Щелочное и кислотное. Щелочное 3,22%. Кислотное растет. 2,89%. Видите, запас уже небольшой. По моющим, нейтрализующим свойствам. То есть масло уже близко к сработке. И вязкость. Топливо есть. Значит, бензин. Вязкость немножко просела. 66,1% при 40 градусах. И 11,53% при 100. В общем-то, тоже криминала никакого нет. Масло в допуске для класса. Сажи, воды и гликоля нет. Так. И два прогноза. Слева у нас прогноз фактический. А справа у нас прогноз с учетом доливки. Без учета доливки. Вот так скажем. Смотрите. Значит, 343 млч. Этот образец прошел бы. Высокий очень показатель. Вот самое нижнее поле. 82,7. Вот. Но здесь 2 литра долито. То есть практически 40% доливки. И если убрать эту доливку, то результаты получаются совершенно другие. 248 часов по моющим, нейтрализующим свойствам. И средний показатель для масла 43,1. Это уже низкий показатель. Это ниже конкурентов. Но здесь и щелочное невысокое. Но самое главное, что я думаю, что есть проблемы по мотору. Скорее всего, прорыв газов. И которые ускоренно прибивают масло в картере. Самое вероятное объяснение этому. То есть если бы с мотором был бы порядок, скорее всего, было бы в районе 300 млч. Прогноз по моющим, нейтрализующим свойствам. Стоит, наверное, владельцу озаботиться. Подумать по поводу, может быть, раскоксовки. Я скептически был настроен к ней. Но, как показывает практика, помогает иногда. Да, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь. Кто не подписался, нажимайте колокольчик. Так вы не пропустите уведомления о новых видео. Ну и что можно сказать? Однозначно можно сказать, что это не подделка. Вернее так, если это подделка, то это премиального качества подделка. Потому что здесь присутствует ПАУ. Здесь присутствуют субцинимиды. Это добавка в такое высокого класса масла. Здесь антиокислительный на шикарном уровне. Ну, в общем-то, я думаю, что это оригинальное масло. И владелец может быть за него спокоен. Да, вот такое видео получилось. Благодарю всех, кто посмотрел данное видео. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok